Следующий наш проект это SWARM, Виктор, ну Виктор генеральный директор этого проекта и кандидат технических наук, поэтому неповторимая манера презентации вас сейчас порадует, будьте готовы. И, наверное, еще один аспект, который я хотел бы сказать про проект, что на самом деле это проект, который технологический и который нужен крупным игрокам, таким как Microsoft, Google и другим компаниям, работающим на рынке программного обеспечения. И фактически за цену в 10 раз меньшую, чем в Кремниевой долине, этот проект будет стоить столько же, сколько и нормальный проект в Калифорнии на выходе. То есть, скажем так, плечо заработка потенциально больше на порядок. Нормальный проект на выходе в Калифорнии, такого плана, это где-то 10 лимонов баксов, если acquisition. Но тут, получается, я добавлю, Виктор всегда скромный? Да. Скромный, но великий. Итак, проект SWARM, реактивная технология синхронизации данных для веб и мобильных приложений. Сейчас я немножечко расскажу про подоплёку проекта, чтобы было понятно, в общем, в какую сторону всё это. То есть, задумаемся о сегодняшней технологии интернета, в какой среде они формировались. В 1998 год запускается первый продакшн-кластер Google, в нём 150 гигабайт данных, это весь интернет с индексом. В серверах ещё даже нет многоядерных процессоров. Средний пользователь сидит за PC слабеньким, который подсоединён к интернету по проводу, по надёжному проводу. А сегодня всё кардинально поменялось. То есть, сейчас 150 гигабайт данных можно поставить в телефон и носить в кармане. В этом же телефоне будет многоядерный процессор, но этот телефон будет присоединён к интернету по беспроводному соединению, который, в принципе, ненадёжен в силу физики процесса. Оно то есть, то нет, то быстро, то медленно. В то же время, у каждого пользователя сейчас не только несколько компьютеров. Когда появилось несколько компьютеров, из них для таких бизнесов, как Box.com, Dropbox, Google Drive, которые решали эту проблему. Сейчас у пользователя есть ещё мобильное устройство, планшет, телефон и так далее. Он использует одно и то же приложение на компьютере, на другом компьютере, на мобильном устройстве, на планшете. Немножко поработал за компьютером, куда-то побежал, достал телефон, продолжает делать то же самое. Всё это выводит на первый план проблемы синхронизации данных. Мы работаем с одним и тем же приложением на разных устройствах, и нужно синхронизировать данные. То же самое с мобильными устройствами. Хочется в этом бесконечной памяти мобильного устройства запасать свои данные, чтобы меньше зависеть от интернета. Но тогда у нас данные, если раньше они лежали вот здесь вот в одной кучке, где-то в дату-центре Google, сейчас они лежат на телефоне, на планшете, на компьютере и так далее. И все это нужно как-то синхронизировать между собой. И тут обнаруживается, что, например, проблематика баз данных была исследована вдоль и поперек, и в начале 70-х, а синхронизацией никто толком не занимался. И решения, которые сейчас используются даже лидерами индустрии, имеют совершенно очевидные недостатки. То есть то, что используется в Google Docs, ломается даже при кратковременной пропаже интернета. То, что используется в Google iCloud, тоже ломается при пропаже интернета. Более того, при одновременной работе с одним документом, теоретически разваливаются версии, он не может их обратно сшить, и предлагает пользователю выбрать, какую версию ставить, какую удалить. Это очень плохо. Мы делаем решение, точнее, мы сделали решение на основе технологии CRDT. Это достаточно новая теория, бесконфликтной синхронизации данных, и версионирования, которая работает в реальном времени, а присутствие интернета работает в офлайне. Соответственно, интернет появился, и оно в равном смысле синхронизирует автоматически. Лидеры индустрии, Рия Кассандра, только начинают щупать эту технологию, а мы за два года сделали внедрение в Яндексе. То есть мой личный опыт работы в этом поле 10 лет. То есть так неожиданно вынесло в тренды. Дальше. Это немножко по российскому рынку. Его можно разделить на крупных, средних, мелких клиентов. Крупные с чеком от 60 баксов, средние от 10, мелкие от 1000. Соответственно, крупным можно делать внедрение, средние продавать поддержку, мелкие продавать только СААС, карточки через интернет и все такое. А крупных клиентов в России порядка 10, средних можно оценить 1000 и мелких там десятки тысяч. Но так если перемножить одно на другое, получается, что каждый сегмент в России где-то порядка, ну, миллион, несколько миллионов долларов, что как-то не очень интересно. Но если мы подумаем про мировой рынок, а для такой технологии нет вообще никакой аффлекации для экспорта, то все эти чеснок умножаем на 100 минимум. Так что такой вот примерный рынок. Пока мы были во Фрим, мы прощупали воронку крупных клиентов в России, и сейчас мы делаем воронку для средних клиентов, так сказать, с самотеком, потому что их уже нельзя обойти ножками, их там не 10, даже не 100, а с прицелом именно международный рынок. Так, ну, как я сказал, революция произошла, и все неожиданно поняли, что синхронизация данных – это большая важная тема, поэтому конкуренты растут как грибы после дождя. Но в основном, если мы увидим, все конкуренты используют достаточно старые технологические решения, ЛВВ, ОТ, и решают либо проблему синхронизации в реальном времени, либо проблему оффлайновой работы, мы решаем обе проблемы на новой технологической платформе. Так, наша команда. Безумный профессор – это я. Я отвечаю за технологическую часть проекта. И Алексей, который имеет большой опыт в таких компаниях, как Beeline, Бусуслуги, отвечает именно за интерпрайз-часть. Мы, в первую очередь, ищем инвесторов с выходом на долину. Это для нас очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова